У меня есть примерно 5-7 минут, и в связи с этим я хотел сказать или разделить эти 5 минут на 2, как это такие, может быть, части. Первое это, мы с вами будем иметь финансовое пожертвование. И буквально одна мысль в связи с этим. Однажды один человек сказал, что все то, что для меня ничего не стоит, и для меня не есть жертва, я никогда не позволю себе отдать это для Бога. Когда мы говорим о жертве, то мы говорим, друзья, все то, что мы даем, или это время, хор репетировал, или это наши энергии, или это наши силы, или это финансовое пожертвование, это должно что-то нам стоить. Поэтому, когда я ложу и отворачиваюсь от этой посудины, или что там проходит, то это говорит о многом не тому, кто рядом стоит, это говорит мне, во-первых. Знаете, в связи с этим, можно, может быть, такую маленькую иллюстрацию сделать следующую, что есть слуга, а есть сын. И слуга делает только то, что ему скажут, или только то, на что его подтолкнут. Вот перестанешь толкать его, и вся его деятельность, она тут же и остановится. Перестанешь сзади ходить, угрожать, или пугать, или следить, я не знаю, или дисциплинировать, и вся его деятельность остановится. Слуга смотрит на часы, слуга смотрит на воздаяние, слуга смотрит и думает, что мне будет. Может, сын совершенно иначе себя ведет, или должен себя вести, мы не говорим о старшем сыне, или должен себя вести. Как? Он живет в этом доме, он переживает об этом, он не думает, я сделал уже достаточно, я уже пожертвовал у себя сегодня утром в церкви, и достаточно. Он не думает так, он думает, Господь, что я могу сделать, что я могу добавить, что я могу дать. Да, это будет стоить, сто процентов. Никто не сказал, что жертва это легкое дело. Но сын или дочь, мысли совершенно по-другому. Он говорит, Господь, я буду делать, что ты хочешь, чтобы я делал? Поэтому, братья, пожалуйста, кто будет делать пожертвование, вы можете уже пройти, и мне бы хотелось, чтобы мы это сделали просто от сердца. Братья, проходите, потому что песни не будет сейчас. Второе, что бы я хотел сделать, никакого движения. Второе, что бы я хотел сделать, это начало августа месяца, и я понимаю, что до учебного года у нас еще есть время, но мы бы хотели воспользоваться такой возможностью и сделать коротенькое объявление о библейском колледже. Но перед тем, как я это буду делать, я бы хотел сказать следующее. Хотел бы сказать следующее. В Библии написано, что Бог предопределил, Бог предопределил нам, вам, мне, быть подобными образу Сына Божьего. Когда я читал это место годы назад, то я говорил, Господи, это так далеко, это так недостижимо. Проходило время, я помню однажды, когда в моем сердце просто появился вопрос. Ты видишь, в каком состоянии ты сегодня находишься? Ты помнишь, что у тебя были сложности с тем, с другим, с третьим, с пятым, с десятым, неважно с чем, я не пытаюсь исповедоваться перед вами. Ты замечаешь, что этих сложностей нет? Ты замечаешь, что если раньше вот в этой эре у тебя была проблема, то сегодня ее нет? И вопрос был следующий, а знаешь почему? Ответ был очень прост, потому что слово мое в свое время дошло, достигло твоего сердца, и Дух мой святой сделал там работу, и сегодня ты свободен. Сегодня ты на один шаг, на одну милю, стал больше похож на Сына Божьего. Друзья, когда мы говорим о библейском колледже, мы не говорим и не представляем, как какое-то просто учебное христианское заведение. Это намного больше для меня в моих глазах. Это то, где человек с правильными мотивами, с правильным направлением сердца будет получать то, что мы ищем, то, что нам необходимо. Библия говорит о том, что познайте истину, и она сделает вас свободными, нас с вами. Она сделает эта истина нас с вами, больше и больше, шаг за шагом, похожими на Иисуса Христа. И это цель. Это цель, это предопределение для каждого из нас. Поэтому, дорогие друзья, первый день занятий 10 сентября. Я знаю, что время есть. Есть время для молитвы, есть время для того, чтобы подумать, стоит или не стоит, 100%. Если вы заинтересуетесь, запомните одну дату. 10 сентября можете прийти, это в нашей церкви. Занятия проходят по вечерам, два раза в неделю. Я думаю, что это все с объявлением. В связи с библейским колледжем, очень короткое видео. Две с половиной минуты, если можно, чуть свет притушить. Две с половиной минуты на английском языке. Я извиняюсь, кто не понимает английского языка. Преподавание идет по-русски, но перевод будет на английский язык. Просто, мне кажется, для молодежи оно как-то более понятно, что ли. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Дима Торзок Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok